Оважаемый Александр Григорьевич, мы рады видеть и приветствовать вас в Белорусском Государственном Медицинском Университете. И в знак признательности от имени всех преподавателей и студентов, позвольте вручить вам эти цветы. Спасибо. Это вот видите, я вам вырустил. Спасибо большое. Мы за последние 10 лет целевую подготовку увеличили в 2,5 раза. Ну и тема, которая сейчас активно, скажем так, обсуждается и волнует, это миграция врачей. Для того, чтобы уехать за границу, абсолютному большинству врачей нужно подтверждение постелированное в Министерстве здравоохранения диплома. В 2018 году 158 специалистов обратилось за данными документами, то есть это зависит от их готовности выехать. Но другая отрадная цифра, 40 человек вернулось. Это возвращаются те, кто уже поработал за границей, возвращаются обратно, подтверждают свое право на работу. Ваши поручения по повышению зарплаты в 20% в 2020 году и в 2 раза к 2025, а также поручения данные в Бравлянах по снабжению медиков с жильем позволят все-таки еще больше повысить закрепленность кадров на рабочих местах и будут эти показатели держать на безопасном для системы уровне. Если у нас есть проблемы, малые, большие, в зависимости от этого, по каким-то сферам и направлениям с кадрами, образование, здравоохранение, спорт, культура и так далее, надо внести, правительство рассмотреть и внести предложение по обеспечению, прежде всего, врачей жильем. Главное – это жилье. И в Бравлянах, ну как я это воспринимаю, мы вроде бы нашупали тот путь, по которому можно пройти. Слушайте, это чудесный дом, особенно для молодых людей с высшим образованием, молодых. Слушайте, там можно жить до 40 лет даже с двумя детьми. Поэтому вот железобетонно надо довести задание на пару-тройку лет и исполнить. Построить такие дома. Вот то, что выезжают, вы говорите, в этом еще и большая ценность. Возвращаясь сюда, благо в том, что они быстро остудили головы некоторых визитеров, которые хотят туда поехать и много заработать. Сейчас в Польшу, в Литву, потому что единое экономическое пространство, Евросоюз, визы и прочее отсутствие. С Польши и Литвы хлынули люди куда-нибудь зарабатывать деньги. У них образовался огромный дефицит. И некоторые наши 100 человек рванули туда. Слушайте, ну и что в Литве они нового увидели, в отличие от Белоруссии? Поэтому, вот знаете, психологический фактор, что люди там побывали и вернулись сюда, и говорят нашим, ну давайте, поезжайте, попробуйте. Это остудило их. Поэтому главное для людей – это жилье. Если будет жилье, навсегда исчезнет эта проблема с оттоком специалистов.